Книга «Открытым оком», 27 том, вопрос 3896, тема литература. Что за новый фильм «Батюшка» о православии вышел на экраны? Соответствует ли он действительности? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот восьмисерийный фильм режиссера Василия Мещенко сильно разбавлен пьянством и драками с убийством, и грабежами, колдовством и беснованием. И как в этой обстановке 44-х летний бот с мандальнего плавания по случаю, оказавшийся в этой деревушке, начинает строить храм, и в нем становится сам батюшкой. Самый страшный момент, когда на дискотеке русский дурак-пьяница убивает трезвого китайского рабочего. А я все время смотрел и думал о том, что этот фильм могут смотреть и мусульмане, и китайцы. И даже без комментариев видно, что русская нация изжила себя. Эти смердящие тленом должны уйти с земли, не осквернять ее. А то, что на помощь батюшке приходит однорукий капитан милиции, такой патриот, и даже медведь помогает им, изжирает кудесника-язычника, сие ничего не изменит нигде. Этого в жизни нет. А вот пьянь и бессмысленность прожигания жизни – это есть. Но самое страшное то, что ни постановщики, ни те, кто хвалит этот фильм, они иного и не знают. Они этот фильм сглотнули, как и Лунгина Павла, остров. Ни о каком свидетельстве перед миром о Христе, ни о каких библейских кружках по изучению священного писания. Нет даже и намека. Совсем дохленький поп, обряда верия с густым суеверием. Этот фильм посмотрят и сектанты разных мастей, и что они из него возьмут. Только то, что язычество и православие – это одно и то же. Не говорю уже про мусульман-фундаменталистов, плывущих в шариате. Да там за 1300 лет не могло появиться ни одной такой жены, как ставшая женой милиционера. Думаю, что современные православные, посмотрев этот фильм, не будут опровергать того, что он во многом взят с натуры, где только строительство храмов, и исповеди причастия, и венчание любого, и причащение любого, и отпевание любого. Весь фильм идет с твердым сознанием, что ни Библия, ни Христос в возрождении не имеют абсолютно никакого значения, и не занимают ни первого, ни 101-го места. А главное – храм и поп, какой бы он ни был. А там будут кадить дымом, будут петь хористы, будут люди просить по папаса, пособоровать, поисповедать. И не последний фильм – это фильм о лжеправославии. Последние судороги через строительство храмов и прочие атрибутики. Попытка противостать всему миру. Об искуплении во Христе нет даже одного слова. О рождении свыше нет даже намеков в самых лучших героях. И тогда вовсе уж непонятно, почему они так заволновались и поднялись против языческого волхва. Волхв и мошенник практически завладел всеми. Ему подписывают завещание на всю недвижимость, и все уплывает к нему на остров. Вот тут все заволновались, объединились, и уголовники неверующие, и поп, чтобы изничтожить волхва. На стороне колдуна – один ворон. Даже медведь из природы восстал на него по замыслу режиссера. Этот фильм есть наилучшее доказательство, что вот такое современное православие есть бред и борьба за сферы влияния. Мусульманство по сравнению с таким православием выглядит превосходно. И порядок Магометанина вели бы в течение одного дня. О фильме бьются за нравственность в самом низком ее понимании. Ни о перерождении адамовой природы, ни следовании за Христом видят сохранение этой деревни. И венчанные, уже как бы чадо церкви, занимаются волхвованием, живут по-прежнему безбожно. И борются точно такими же методами с темной силой, только чтением определенных молитв, краплением водой. А это те же самые обереги, только в другой упаковке. Фильм соответствует действительности и показывает языческий характер современного православия. Солом 118-139. «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои». Иоанна 15, 5. «Я есмь лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Как в чистой лазуре затихшего моря вся слава небес отражается, так в свете от страсти свободного духа на вечное благо является. Но глубь недвижимая в мощном просторе, все та же, что в бурном волнении, могучий и ясный в свободном покое дух тот же и в страстном хотении. «Свобода, неволя, покой и волнение проходят и снова являются, а он все один, и в стихийном стремлении лишь сила его открывается». 1875 год. Владимир Соловьев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова